В пробе российского кирлингиста Алексея Крушельницкого, вот он, обнаружен мельдоний. На играх в Пхенчане он вместе с женой выиграл бронзовую медаль в дабл-миксте. При этом пока известны результаты допинг-пробы А, проба Б вскрыта, но официальные результаты ее исследования не опубликованы пока. Но уже спортивный арбитражный суд получил от Международного Олимпийского комитета просьбу возбудить разбирательство о возможном нарушении антидопинговых правил Крушельницким. И вот что сказал сегодня представитель МОК Марк Адамс. Мы никогда, и я думаю здесь со мной все согласятся, мы никогда не достигнем того состояния, когда в спорте не будет допинга. Это как пообещать, что мы искореним кражи или убийства. Этого просто никогда не произойдет. К сожалению, до тех пор, пока в спорте существует соревнование, в спорте будут и обманщики. Но мы можем быть уверены в том, что процесс тестирования на допинг проводится очень тщательно, и у нас лучшие эксперты. Напомню, что в январе 2016 года Мельдони был внесен в список запрещенных препаратов ВАДА. А в марте теннисистку Марию Шарапову поймали на приеме Мельдония и отстранили от участия в соревнованиях. Но что это за препарат? Его еще называют Мелдранат, и прием его рекомендуется для комплексной терапии ишемической болезни сердца, а также при пониженной работоспособности и физическом перенапряжении. О последствиях нового допингового скандала, связанного с российским спортсменом, мы спросили спортивного обозревателя BBC Бена Сазерленда. Россия очень надеялась, что ее спортсмены смогут выйти на церемонию закрытия под российским флагом. До этого момента россияне выступали как спортсмены-олимпийцы из России и получали медали под олимпийским флагом и олимпийским гимном. И надежда на то, что на закрытии они смогут пройти под собственным флагом, была очень велика. Но ее осуществление зависело от того, насколько ими будут соблюдаться правила. Пока мы не знаем, повлияет ли этот эпизод на решение о российском флаге. Будет ли Россия признана чистой страной, зависит от развития именно этой истории с допингом. Были большие надежды на то, что олимпийские атлеты из России не будут пойманы именно потому, что они были проверены международным олимпийским комитетом. И то, что один из них нарушил правила, во всяком случае в настоящий момент у нас есть только эта информация, заставляет олимпийский комитет серьезно задуматься. И это серьезная проблема для России. Факт, что спортсмен, который должен был быть гарантирован и чистым, принимал запрещенные препараты, серьезно подорвет доверие, которого удалось добиться России. Это очень интересный вопрос, как этот препарат мог повлиять именно на керлингиста. В этом спорте не обязательно серьезные затраты энергии, как во многих других видах спорта. Однако именно мельдоний – тот препарат, который повышает выносливость. Керлинг требует серьезного сосредоточения, однако он требует и постоянного напряженного движения, когда спортсмен трет лед. Так что в этом случае мельдоний может помочь спортсмену.